Дорогие друзья, это Дмитрий Гасин, я рассказываю о книгах, о музыке, о кино, говорит, показывает Лапа Дом. И сегодня речь пойдет о книге издательства Настя и Никита, и вы уже приготовились, вероятно, слушать что-то научно-познавательное. А тут сказка про ежиков, про ежиное семейство, Юлии Ивановой, лучший папа. А вот и нет. Это действительно развивающая познавательная литература, причем будет полезна она как для родителей, так и для детей. И несмотря на то, что это сказочная история про животных, которые там разговаривают, живут в таком лесном Зверополисе, и происходит вот этот самый конкурс на лучшего папу, но это очень полезное с точки зрения практической, психологической подготовки ребенка, подготовки к школе, подготовки к общению, к социализации, да, соответственно, текст. И в конце есть очень хороший методический совет для преподавателей, организаторов какой-нибудь неклассной работы, школьных учителей. Вот даже так. А вообще детская простая сказка. И так, как всегда, рассказывая о книге для дошкольников или для младших школьников, я пересказываю простенький сюжет, интерпретируя его так, как мне это кажется наиболее уместным. Это история про то, как дружное ежиное семейство, в котором мама заботится о двух младших братиках-ежатиках, которые у нас совсем еще кулечки, да, вот такие вот сладко-сосущие, громко орущие и требующие непрерывного внимания днем и ночью. Вот, так что папе приходится заниматься какими-то несвойствами, непапиными делами, да, пока мама спит. Не будите, мама очень устала с младшими, да, за ночь они совсем не дали ей поспать. Мама спит, говорит, папа ешь детям. А дети непосредливые ежаты страшно рады приближающемуся празднику осеннему и большому конкурсу пап, на лучшего папу. Что умеет папа и что, значит, эти папы могут достичь. И, естественно, дети побегают, значит, собирать информацию. Судьи, главные судьи, там, мудрый филин, умный, вернее, умный филин и мудрая сова, значит, они должны выбрать лучшего папу. А папы-то в лесу разные, потому что и звери все разные. И папа ешь со спокойным сердцем говорит детям, да, конечно, да, давайте. Вот, мы очень хотим, чтобы ты тоже участвовал, говорят ему дети. Вот, хорошо, если останется свободное время, я поучаствую. А дальше начинается паноптикум настоящий, потому что это не просто демонстрация лучших пап на свете, но очень хвастливая демонстрация. Вот папа-медведь, что он делает? Правильно, он тягает бревна. Он тягает такие бревна, которые, знаете ли, вот как бы... Ну, в общем, папа такой Шварценеггер, да, медведь же, да. И медвежата берут с него пример, и это правильно, и полезно для здоровья, и поучительно, если посмотреть со стороны. Но только если не твой папа готовится поучаствовать в соревнованиях, значит, и потягаться с медведем, да. Вот, прекрасный совершенно папа-волк, который учит ловить рыбу. Вот, он, спортивная рыбалка, это все. Он учит закидывать удочку волчка, да, ежат, и на все это смотрят. И, конечно, это очень здорово и тоже познавательно, и можно только порадоваться за волчонка, который научится рыбоводству, но только если не с ужасом представлять, как твой папа будет соревноваться с этим вот волком, значит, в искусстве рыбной ловли. Дальше у нас идут другие папы, например, папа-лис, который показывает фокусы. Но это вообще очаровательно, то, что Юлия Иванова придумала именно папу-лиса для фокусника. Ведь кого у нас дает фокусник из цилиндра? Ну, начиная еще с мультфильма «Ну, погоди», ну, конечно же, зайца, да, то есть, помните эти бесконечные уши, которые волка тут доставал? Вот, ну, конечно, это классический фокус, который почему-то стал уже мемом таким вот традициям, вот за уши вытаскивают зайца. Ну, конечно, папа-лис вытаскивает зайца из цилиндра, показывает другие фокусы, и это, ну, вот просто, ну, просто восхитительно, если бы не одно «но», потому что, ну, как бы, как вы понимаете, папа-еж тоже не силен в показе фокусов. Папа-бобер делает вообще что-то невероятное. Просто это, он выгрызает фигурки зверей из дерева. Ну, понимаете, наши достижения, вот, например, кто ваш папа? Программист. Кто ваш папа? Аналитик данных. Кто ваш папа? Да даже если хирург, что он может показать? Как ты это покажешь, да? А вот если ваш папа делает, как он собирает коллекцию какую-нибудь, или делает что-то своими руками, и ты можешь принести это в школу, это бесценно. Понимаете, хвастаться в природе человека. И когда возникает такая ситуация, ребенку, конечно, вот эти фигурки, они гораздо важнее кажутся, чем любая работа, чем любые достижения, любые награды, дипломы. Не котируется все это в начальной школе. А вот сделанное руками твоего папы или твоей мамы, да, что-то, еще как, еще как ценится и позволяет прихвастнуть, да, прихвастнуть залихватски с подвывертом. Вот тут у нас бобер, конечно, да. Он, конечно, ежа обскакал, что называется. Но фигурки из дерева выгрызают собственными зубами и так далее. Вот. Итак, все готовятся к папиному дню. Наступает кульминация. Я тут небольшой кусочек сюжета пропускаю. Вот. Папа еж готовится к выступлению, да. Ясное дело, что у него не получится соревноваться ни с одним из этих зверей. И вот, значит, апогей, да, значит, вот сам конкурс, да. Последним должен выступать папа еж. Что он покажет? Ну, что может показать еж? Вот. Ну, конечно, он может похвастаться дракой с лисом. Однажды, когда они повздорили сильно, еж сказал, я свернулся в кубок, выставил свои иголки. И то-то было лису уроком, да. Не спорь с ежом, как бы, и не пытайся с ним подраться. Это, конечно, но это, знаете ли, былые подвиги. Тут тебе радостно и прыгай. Да тут и прыгай, да. Значит, былые подвиги юности вспоминать гораздо каждый папа, включая меня, это, конечно, нормально. А ты сейчас покажи на папином дне, на большом осеннем празднике, на конкурсе, на что ты способен. И папа показывает. И показывает он удивительные штуки, которые умеет делать, ну, все догадались, конечно, только еж. И это на радость тем, разумеется, я вам не скажу, что... Во-первых, товарищи взрослые, вам не стыдно, а? Детсадовская книжка. Сами, наверное, догадаетесь, что там... Но это действительно феерично, это очень здорово придумано. И это, конечно, потрясающе. Скажем так, органично как-то, да, естественно, да. Но, тем не менее, не буду вам рассказывать, на что способен папа Ёж. Расскажу вот что. Помните, я обещал вам методический совет в конце книги для различных педагогов и тому подобных важных в нашей жизни людей. Эта книга – психологическое пособие для детей. Потому что рано или поздно любой ребенок сталкивается, а меня папа приезжает из школы забирать на Мерседесе, «А у вас стариношка 93-го года». Вот. Откуда ребенок знает такие слова? Ну, конечно, от взрослых. Он все слышит. Дети – маленькие обезьянки, самые чувствительные приборы, звукозаписывающие и подслушивающие, подсматривающие аппаратуры, какую только создала природа. Они все впитывают, они все прекрасно впитывают. Если речь идет о каких-то стереотипах поведения в семье, то они вот просто видны, как в маленьком зеркальце, в каждом личике первоклассника, в каждом дошкаленке. И, естественно, дети начинают меряться достижениями своих родителей. Потому что чем еще-то? Вот. А у меня козявка крупнее. Вот. С радостью. Посмотри, Машенька, какого мы длинного червяка нашли. Машенька шумно радуется, убегая от червяка. Вот. Значит, дети с восторгом. Значит, это... Когда моей дочке показали впервые червяка, она потом за всеми мальчишками старшей группы детского сада бегала с этим червяком. Вот. И каждому, как минимум, вручила его в руки. Насильно, естественно. Если не за шиворот. Вот. Потому что дочка-то червяков не боится, а те, которые, значит, с восторгом к ней подкатились, типа, давай сейчас девчонку напугаем, вот. Они сами-то тоже червяка побаивались. Потому что, ну, кто его знает? Червяк как червяк. А вдруг укусит? Вот. Укусит, укусит, сказала Анна Дмитриевна. И реализовала, как бы, ту же самую ситуацию с точностью наоборот. Вот. Вернемся к нашим ежам. И, конечно, рано или поздно дети начинают мериться достижениями взрослых. Вот тут очень важно занять правильную психологическую позицию. Книжка несколько страниц подробно рассказывает о достижениях других пап. А потом показывает триумф папы ежа, который не просто заботливый отец. Сцена вот того, что он делает, выполняет какие-то маминой обязанности, говорит детям, дайте маме поспать, она очень устала с близняшками, да. Это очень-очень правильная с точки зрения семейной психологии сцена. Но в конце нам просто показано, что папа в своей-то весовой категории, в том, в чем он силен, он действительно силен. И это пример для подражания. И ежатам учиться и учиться, и гордиться тем, что у них такой папа, без всяких оговорок и ограничений. А вот методический совет очень простой. Ну, раз уж вы взялись проводить конкурсы, то, пожалуйста, не делайте из этого профанацию, дорогие наши взрослые. Как это часто бывает. Все школьные поделки изготавливают за детей родители. И фактически это соревнования родителей. У кого круче выше. И они всерьез соревнуются. В общем, не глупые тетки. И не совсем пропащие в этом смысле, в интеллектуальном смысле мужики. Каким-то образом вдруг опускаются на уровень дошкольного возраста и начинают всерьез хвастаться, у кого какая поделка. Ясное дело, что ребенок вообще при этом слабо участвует в процессе. Но смешно же. И, конечно, в таких конкурсах, если уж вы взялись соревноваться в чем-то, каждому надо вручать приз. И как вышли организаторы, как у нас «Мудрая сова» и «Умный филин» поступили. Конечно, сколько было участников, столько было и номинаций. Спортивная рыбалка, поднимание тяжестей, фокусы и так далее. И то, чем славен еж. И в каждый папа в своей номинации, разумеется, победил. Вот это правильный подход. Это подход единственно возможный для того, чтобы каждый из детенышей гордился своим родителям. И это, собственно, триумф в правильной педагогике. Когда победила не просто дружба, которая, как известно, бензопила, а победила, скажем так, разумная педагогика. Вот такая книжка-сказка Юлии Ивановой, где любящее ежиное семейство подает нам всем пример и большим и маленьким читателям. По-моему, очень полезная вещь, написанная остроумно, легко и вполне доступна даже старшему дошкольному возрасту. Спасибо за внимание.